Привет, с вами команда mfg. Буквально три дня назад состоялся официальный релиз Blender 4.0 и его уже можно скачать на официальном сайте. В этом ролике мы сделаем обзор на топ 12 нововведений по нашему мнению. Пройдемся по интерфейсу. У Blender теперь новый шрифт под названием Inter, который по словам разработчиков гораздо легче читать. Поиск по всем меню добавления чего-либо можно выполнить мгновенно, если просто набрать текст. При добавлении объекта в цену можно начать печатать в поисках нужного. Это работает в любом месте, включая добавление модификаторов. Нажмите пробел для поиска в любом меню. Например, вы можете навести курсор мыши на меню File и ввести формат файла, который вы хотели бы импортировать или экспортировать. В Blender теперь новая система выбора модификаторов. Они организованно спрятаны в подменю. Также при сохранении файла вы можете нажать Save Incremental или Ctrl-Alt-S, чтобы сохранить новую версию файла с именем на единицу больше, не трогая оригинальный файл. Новая функция привязки под названием SnapBase позволяет вам определять то, как вы хотите, чтобы ваши объекты снэпились друг к другу. Чтобы использовать его, нажмите B во время преобразования, то есть перемещения, масштабирования или вращения. Чтобы отредактировать то, что привязывается, вы можете либо щелкнуть левой кнопкой мыши по компоненту, чтобы немедленно привязаться к нему, либо использовать клавишу A, чтобы добавить несколько точек, которые будут усоединены между собой. Щелкните левой кнопкой мыши для подтверждения и наведите курсор мыши на то место, к чему вы хотите сделать привязку. Также теперь прямо во время трансформации объекта вы можете зажать Alt и перемещаться по сцене. Шейдер Principled BSDF теперь поддерживает более широкий спектр материалов, включая коут и шин, которые можно использовать, например, для имитации эмиссиев текстур за стеклом, как в экране телефона, и для добавления пыли на поверхность модели. Repeat Zones позволяет многократно запускать узлы в цикле произвольное количество раз. Это очень важное нововведение для Geometry Nodes. Cycles наконец-то поддерживает Light и Shadow Linking, что позволяет нам точно указывать, на какие объекты будет воздействовать каждый источник света. В свойствах источника света в разделе Shading выберите коллекцию для взаимодействия с этим источником света или добавьте новую и перетащите туда из Outliner. Этот источник света будет воздействовать на всё, у чего отмечена галочка и ни на что другое. Но если галочка не отмечена, свет будет освещать всё, кроме этой коллекции. Shadow Linking работает почти так же, галочка определяет, какие объекты отбрасывают тень. Преобразование цвета по умолчанию переключено с Filmic на новый AGX, который намного лучше справляется с ярким освещением и насыщенными цветами. В разделе Composting предварительные просмотры изображения теперь располагаются над узлами, а не внутри них. Новый фильтр под названием Kuwahara легко позволяет нам применить стилизованный живописный эффект в разделе Composting. Улучшенные функции, интуитивный интерфейс и расширенные возможности позволяют дизайнерам воплощать свои идеи каждый раз удобнее и быстрее. Blender продолжает свое стремление стать стандартом индустрии в области 3D графики и визуализации. Новая версия становится мощным инструментом не только для профессионалов, но и для тех, кто только начинает свой путь в мире 3D графики. На этом наш небольшой овервью новой версии Blender закончен. Всем спасибо, до свидания.